Сергей Иванович, в конце прошлого года Вы говорили о том, что предложите подрядчику, я имею в виду подрядчика компании ОТСК, тот, который занимается у нас сейчас благоустроительными работами в сквере имени Марины Алексеевны Ладыниной, это федеральный проект «Серьезные деньги». Что сегодня произошло? Все-таки идет он навстречу, расторгаете договор? Действительно, в конце декабря месяца такой разговор состоялся с руководителем компании. Он меня услышал. Моя беспокоенность тем, что для реализации этого проекта нужны значительные финансовые ресурсы, есть ли они в распоряжении компании. Уже после Нового года состоялась еще не одна встреча по этому вопросу. Мы обсуждали те предложения коммерческие, которые они получили от своих поставщиков. Связаны они были, как правило, с ростом цен на комплектующие, в том числе на металл, на технику. И после нашей очередной встречи появилось письмо, по-моему, от 24 января в адрес заказчика с просьбой либо увеличить финансирование по тем просходным обязательствам, которые в контракте есть, либо пояснить свою позицию. Позиция заказчика была однозначная. Увеличивать финансирование мы не можем. Этот контракт состоялся у нас, он проторгован уже вот в этих ценовых позициях. Поэтому вопрос был один. Либо мы продолжаем работать, либо расторгаем наши отношения. Пришли к пониманию того, что нам лучше расторгнуть наши договорные отношения, выйти по новой на аукцион, пока есть время и позволяет, вот это затишье пока. Для того, чтобы его реализовать в сроки с хорошим качеством и 1 сентября. То есть они уже дали свое принципиальное согласие на расторжение договора? Да. Мы подготовили проект соглашения о расторжении, он согласован с сторонами. Надеюсь, что завтра, вот сейчас мне руководители докладывают, они его подпишут. Утром мы соберемся маленьким штабом здесь у нас, для того, чтобы график следующих шагов. Здесь и финансы, все-все-все завязано в этом вопросе. Есть уже понимание, когда выйдете на конкурс с готовыми договорами? У меня был график, вот он лежал где-то здесь, я не знаю, где он сейчас. Но финальное значение заключения контракта мы примерно выходили на 25 марта. То есть уже должен быть подрядчик, с которым будет подписан очередной договор, и он уже должен выйти на площадку. Вот завтра мы сейчас соберемся и посмотрим, насколько этот график актуально сдвинулся он, нет. В общем, по датам, по дням. Потому что здесь каждый день важен. Мы считаем днями. Ну как думаете, все-таки заявки-то будут на конкурс? Потому что нет никаких опасений, что не заявятся там, ну, все что угодно может быть. Все что угодно может быть. Потому что на этот проект, вы помните, заявилось два претендента изначально в августе месяце. Один из которых даже заявку не смог правильно оформить. И в итоге ТСК было единственным, кто сформировал заявку в соответствии с действующим законодательским. Он был единственным поставщиком. А у вас нет информации, вот тот второй будет заявлять? Я не знаю. Мы до этого колуарных переговоров не ведем. Это и законно запрещено, да и нам. Мы просто хотим, чтобы эта информация стала достоянием гласности. Как можно более широкий круг предпринимателей города, края, о нем узнал об этом конкурсе. Но лучше, чтобы это были добросовестные предприниматели, которые пришли для того, чтобы работать, и не для того, чтобы там играть на понижение, либо чего-то, какие-то свои вопросы решать. Мы исходим из этого. Должен прийти нормальный здравомыслящий подрядчик, у которого есть финансовые ресурсы в достаточном объеме для того, чтобы закупить материалы. Вот пока весна, пока ничего делать. Вы же помните, какие сроки заявок? По некоторым позициям два месяца срок исполнения подрядной работы. А там у нас вещи серьезные. Вот есть немного, но есть, которые нужно заказывать уже сейчас. Ведь, понимаете, если бы подрядчик, мы заключили контракт по 15 сентября, вот подписание, в тот момент бы закупил материалы, да? Вот заказал и закупил, хотя бы большую часть, связанную с металлом, допустим. Вот сейчас бы этот вопрос, связанный с увеличением стоимости металла, уже не стоял. Продолжение следует...